Вы слушаете канал Жаш.Клаб. Человек, который знал все. Глава 27. Двигатель прогресса. Пол сидел в лаборатории. Тихий писк и шевеление мышей нарушали тишину помещения. Очень мало людей знали о том, что здесь происходит. Пол начинал здесь еще до того, как Брукс развелся с женой. Его жена была доброй, помогала вести дела и верила во что-то хорошее. Верила, что все еще можно исправить и сделать мир лучше. Но Брукс, как истинный безумец, помешавшийся на свои идеи, сломал ее веру. И чтобы пережить этот кошмар, мать девочки сблизилась с кардиналом. Брукса это не радовало, но и не особо беспокоило до одного момента. Пока жена не стала перечить всем экспериментом. Любая попытка начать новое, вызывала у нее праведную ярость и отторжение. А далее все как в кадрах немого кино. Ссоры, крики, обвинения и развод, как вишенка на поганом торте жестокой реальности. Что же мне делать? Пол невольно касался укуса каждую свободную минуту. Будто бы проверяя на месте ли его рука. Испытания проводились на Эне. И она была отличным кандидатом. Но никогда еще это испытание не доходило до людей. Идиот, неуклюжий идиот, Пол бил себя кулаками по голове, из его глаз катились горячие слезы. Он не мог отмотать время назад. Тогда бы он точно не устроился сюда. Бессрочный контракт звучал так замечательно, соблазнительно и вкусно, что Пол без задней мысли его подписал. Тогда он еще не знал, что уйти от Брукса можно лишь на тот свет. Он бы довел его до могилы любым удобным способом, лишь бы Пол не разболтал секреты компании. Брукс не пачкал руки лишний раз. Каждый шаг был стратегически взвешен. Любой кандидат на работу тщательно отобран и изучен службой безопасности и им самим. Пол идеально подходил. Лучший выпускник академии. Достаточно эмпатичный, чтобы относиться к экспериментам трепетно. Но и достаточно крепкий, чтобы иметь силы продолжать. Не каждый готов идти в обход правилам. Крепость духа по мнению Брукса состояла в том, чтобы противостоять системе. Пол, с тобой все хорошо. Брукс лично заглянул в лабораторию. Ему хотелось теперь все видеть самостоятельно, все замечательно. Сэр, Пол подорвался со стула и зачем-то поклонился, насмешил. «Ты ведь знаешь, что я такой же человек, как и ты», — ласково начал Брукс. «Несомненно, как болванчик в машине кивнул половиной мне, как и тебе свойственно совершать ошибки», — продолжал Брукс. Пол почувствовал, как его сердце начало ускоряться, ошибки допустимо совершать. Главное — уметь их вовремя признать, — Брукс. Продолжение читайте на сайте jash.club